23 мая в Сергиевске состоялось вручение ключей от машины повышенной проходимости военнослужащим землякам, исполняющим свой долг в зоне СВО. Это уже третий автомобиль, передаваемый районом нашим ребятам на Донбасс. Техника есть, но мы все-таки пытаемся улучшить быт наших бойцов, наших земляков. Сергиевский район богат людьми, которые хотят сделать все для фронта, все для победы. Данную машину при содействии муниципалитета приобрел для сергиевских военных представитель бизнес-сообщества района Рафаил Душтуров. Для его предприятия ОЭЛАГРА это уже второе авто, передаваемое в зону СВО. Участвуем не первый раз и будем продолжать участвовать, помогать нашим парням, чтобы они себя комфортно чувствовали, чтобы возвращались здоровыми, целыми, чтобы ощущали нашу поддержку. Перед отправкой автомобиль осветили по православным обычаям. Для этого в минуту передачи ключей площадь Сергиевска посетил священник Тихон Келимов и сам неоднократно бывавший в зоне СВО, общавшийся с нашими военнослужащими там, на месте. Для тех дорог, для полей, то, что нужно. В бой, можно сказать. Дальше у меня какие планы, начиная с сегодняшнего момента? На сегодняшний момент выдвигаемся все на линию фронта, там будет нам помогать в нашем ратном деле. Конечно, не прямо впереди, потому что техника не совсем бронированная, но где-то между третьими, четвертыми линиями очень будет задействовано. Там продукты получать, вещи, людей перевозить. Очень полезный транспорт. Главный вопрос, как там настроение у ребят? Настроение у нас отлично, все готовы. Ждем, когда команда дадутся вперед. Идти не останавливаясь. Церемония передачи ключей у вечного огня близ мемориалов, воинам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов прошла сдержанно и кратко. После чего автомобиль УАЗ с именем Александр Пересвет на борту и гуманитарным грузом, москвитями, медом, блиндажными свечами отправился в путь. Спустя пару дней, как планируется, авто уже будет в назначенном месте.